Замечательно, друзья. Ну что ж, еще раз рада приветствовать вас в этой комнате. Продолжаем наши пошаговые инструкции. Сегодня мы завершаем тему изображений, как вставлять изображения. И сегодня мы поговорим о редактировании. То, что я хотела дать в прошлый раз, в итоге мы немножко поменяли план, дала немножко я больше информации по поводу раздела медиафайлы. Сегодня мы поговорим про редактор. Так, сегодня мы, ну перед началом, давайте по традиции я спрошу, кто есть у нас, кто первый раз. Поставьте, пожалуйста, наверное, минусики. Кто пришел к нам, присоединился первый раз, тогда я, может быть, еще пару слов скажу о том, что у нас здесь за мероприятие. Мне кажется, мгноватый немножко. Хорошо, так, Маргарита. Маргарита, здравствуйте, добрый вечер. Отлично, а так все свои, да? Хорошо. Ну, тогда вот для Маргариты и для Сергея немножко пару слов буквально я скажу, что это у нас тренинг бесплатный, пошаговые инструкции. Возможно, кто-то вас пригласил, либо вы увидели это в рассылке. Идея создания такого тренинга родилась, когда мы поняли, что народ хорошо справляется с инструкциями по настройке блога, то есть самостоятельно создают блог, но вести возникают трудности, особенно его администрировать. Если возникают какие-то сложности, особенно если взломали, если кто-то влез, поменялся пароль, в общем, возникала масса вопросов и проблем, и многие даже бросали вести блог из-за этих сложностей. Поэтому мы решили создать такой тренинг, прежде всего, конечно же, для пользователей шаблона об Инстерейшн, но потом решили, что на самом деле мы не будем закрывать этот материал для всех желающих. И поэтому все, кто даже не создал блог на шаблоне об Инстерейшн, а самостоятельно создавали, могут посещать эти занятия и осваивать материал. Что он дает? Сейчас уже 23-е у нас занятие. Мы проходим полностью ведение и управление блога на WordPress. То есть буквально до мельчайших деталей разбираем всякие тонкости в управлении. Также мы смотрим смежные темы не только в самом WordPress, но и касаемся хостинга. Если, допустим, по теме идет, нужно разобрать тему хостинга, то мы тоже ее разбираем. Также были темы разобраны с HTML немножко, мы коснулись CSS стилей и так далее. То есть объем материала очень большой и не направлен на какую-то конкретную аудиторию с определенными знаниями. Есть у нас материал очень простой, совсем для новичков. Также мы можем на следующее занятие проходить и очень сложный материал, если, допустим, разбираем тему глубоко. Вот. Для кого? Ну, конечно же, для тех все-таки, у кого уже есть блог. Потому что тема ведения и управления блога на WordPress. То есть предполагается, что все-таки хоть какой-то у вас уже блог есть, и вот вы готовы уже вести его и управлять им. Лучше всего, конечно, если он у вас настроен, настроен... Сейчас по громче мне сказали. Если он у вас настроен на шаблоне AB Inspiration. Просто если на шаблоне AB Inspiration, то там уже точно все встроено. То есть шаблон AB Inspiration – это такой инструмент, который позволяет самостоятельно и профессионально настроить блок, профессиональный блок, MLM-блок или бизнес-блок, или MLM-центр, как угодно назовите. Это центр вашего бизнеса в интернет. Так вот, профессионально вы можете настроить его с помощью шаблона AB Inspiration. В нем уже все встроено, все включено. Поэтому вот с этим гораздо проще. Есть видеоинструкции, по которым все, в общем-то, справляются и настраивают. Помимо этого еще массу вещей изучают по видеоинструкциям. Вот. Здесь же мы проходим уже материал, как бы следующий шаг, да. Предполагается, что есть блог, что вот вы готовы его ввести, и возникает масса вопросов при введении блога. Здесь мы их и разбираем. Итак, надеюсь, я объяснила, все понятно, но вот по ходу дальше, думаю, уже тему мы будем раскрывать сегодня не первую, да. Если вы пропустили предыдущие занятия, записи все есть, и все ссылки на записи я дам в конце. То есть записи есть, вы можете все их просмотреть, они в бесплатном доступе. Итак, сегодня мы, 23 занятие у нас, как редактировать изображение во встроенном редакторе WordPress. В предыдущих занятиях мы посмотрели, как готовить изображение, где искать изображение, как их загружать, как их вставлять в запись. Посмотрели раздел медиафайлы, в общем, уже подходим к завершению этой темы. Случается так, что вы, например, загрузили изображение большое, ну, не подготовили его, к примеру, да. Или, например, вы загрузили изображение для слайдов. Вы знаете, да, что в шаблоне AB Inspiration есть плагин, специально созданный для шаблона AB Inspiration, называется он VP Form, который включает в себя слайды. Ну, слайды, понятно, да, это на всю ширину, это получается где-то 1000 пикселей в ширину, но, естественно, высота будет не очень большая, да, такой прямоугольник, прямоугольное изображение. И, допустим, предположительно, да, вот вы хотите это изображение, которое загрузили для слайдов, специально подготовили, хотите ли его использовать, например, в какой-то записи в качестве миниатюры. Естественно, такое огромное изображение вы не можете вставить в запись, его нужно отредактировать, но оно уже у вас есть на хостинге, вы его уже загрузили. Нужно ли вот снова его готовить отдельно, да, обрезать, вырезать, чтобы, допустим, использовать записи в качестве миниатюры. Ну, вот честно скажу, да, что можно обойтись уже готовым изображением и в некоторых случаях сделать миниатюру вот в самом редакторе. Вот мы как раз это все сегодня посмотрим. Мы разберем сегодня с предыдущей темы, повторим, как попасть в редактор изображения. Это мы на прошлом занятии посмотрели, сегодня я напомню. Дальше мы посмотрим, как уменьшить изображение, масштабировать его, да, то есть не обрезать, да, а вот именно уменьшить в размере. Как обрезать, то есть лишние края убрать, например, или вырезать какой-то элемент фотографии. Как повернуть или отобразить зеркальное изображение, как создать отдельное изображение для миниатюры и как восстановить исходное изображение. Если вы там что-то наредактировали и вам это не нравится, вы можете всегда вернуть. Итак, видео я выключаю, включу его в самом конце, когда мы будем прощаться. Итак, поехали. Первое. Три способа попасть в редактор изображения. Это мы на прошлом занятии посмотрели, сегодня просто пробежимся напомню. Итак, к примеру, вы пишете статью и загрузили изображение, и прямо отсюда, то есть из редактора записи, вы можете попасть, как бы перейти в раздел редактирования изображений. Как это делается? Ну, предполагается, да, что вы вставляете изображение, нажимаете на кнопку «Добавить медиафайл», всплывает у нас окно с медиафайлами, вот, и дальше переходим в библиотеку, выбираем нужный файл библиотеки, предполагается, что он у вас уже загружен, да, и с правой стороны, посмотрите, под цифркой 6 написано слово «Редактировать». Вот, собственно, таким образом мы попадаем в редактор, то есть сначала выбираем изображение, которое собираемся редактировать, нажимаем на ссылку «Редактировать». Это первый способ. Ну, когда вы нажали на «Редактировать», открывается другое окошко, ну, собственно, сам редактор, да. В редакторе у нас идет сверху небольшая панель, мы сегодня ее разберем, дальше мы сейчас левую сторону разбираем, да, с левой стороны фотография, картинка, собственно, сама, дальше кнопки «Отменить», «Сохранить» и с правой стороны, в боковой колонке «Вспомогательные настройки». Мы сегодня тоже их все посмотрим. Итак, второй способ, как попасть в редактор. Это уже через раздел «Медиафайлы». На прошлом занятии мы подробно разобрали этот раздел, почему, собственно, я перенесла вот этот урок на сегодня, потому что вот без урока «Медиафайлы» как-то было бы сложнее. Так вот, если вы не присутствовали на прошлом занятии, посмотрите предыдущее занятие в записи. Итак, как попасть в редактор изображений через раздел «Медиафайлы». Значит, заходим в «Медиафайлы», «Библиотека». И у нас есть два здесь, два типа отображения картинок, ну, вообще медиафайлов, всех медиафайлов, которые вы грузите на блог. Либо вот такими миниатюрами, картинками маленькими, либо списком. Сейчас по умолчанию в новом WordPress выпадает именно, как бы включается именно этот режим отображения. Значит, что здесь нужно сделать? Ну, опять же, найти то изображение, которое вы хотите редактировать, нажать левой кнопкой мыши по этому изображению. Дальше открывается, как бы новое, всплывает окно, и под изображением с левой стороны нужно нажать на кнопку «Редактировать». Все, на следующем шаге у вас открывается редактор, точно такой же, как и в предыдущем способе. Точно такой же, да? Один в один. И третий, наконец, способ – это, опять же, тоже через медиафайлы, но через режим списка. Посмотрите, вот у нас отображение было медиафайлов в виде миниатюр, сейчас вот под цифркой 2 у нас иконка в виде списка. То есть мы выводим медиафайлы вот в таком вот, ну, в последовательном порядке, то есть не квадратиками, а вниз, списком. Здесь тоже мы ищем, прежде всего, изображение, наводим мышкой на изображение, и внизу под изображение нажимаем на ссылку «Изменить». Изменить. Дальше открывается окно, под картинкой нажимаем кнопку «Редактировать», и у нас всплывает, открывается окно с редактором. Посмотрите, этот редактор немножко отличается от двух предыдущих. Это старый вариант редактора, и, ну, я вот говорила на прошлом занятии, не знаю, может, WordPress объединит их как-то, они немножко отличаются. То есть первых два способа выводят на один редактор, а второй способ выводит на немножко другой внешний вид, хотя, как бы, задачи он выполняет те же. То есть неважно, как вы попадете сюда, вы все то же самое сделаете, просто они внешне отличаются. Ну, как они отличаются, давайте посмотрим на следующей странице, напомню, да? То есть вверху у нас скриншот – это редактор, который мы попадаем через раздел записи, и второй, а также через новый, новое отображение медиафайлов, а второй – это вот тот, который старый, да? То есть у нас чем отличается здесь? Еще боковая колонка у нас есть, блок «Сохранить», ну, а так в целом все то же самое. Хорошо, идем дальше. Как масштабировать изображение? Масштабирование – это изменение размера изображения с сохранением пропорций. Что это значит? То есть мы его, грубо говоря, уменьшаем. Масштабирование предполагает только уменьшение, ни в коем случае не увеличение. Когда мы его применяем? Когда, например, вы загрузили слишком большое изображение. Ну, могло так случиться, да, забыли его подготовить, и слишком большое у вас появилось. Естественно, лучше такое не вставлять в запись, потому что оно будет слишком долго грузиться. Несколько правил, да, перед тем, как вы масштабируете. Итак, масштабирование нужно делать до обрезки, до отражения и поворота. То есть прежде чем вы что-то хотите делать с изображением, и вам нужно масштабировать его, да, то есть уменьшить, обязательно сделайте сначала масштабирование. Тогда будет красиво и корректно отображаться. Это рекомендация самого WordPress, поэтому вот следуйте ей. Дальше. Второе. Это изображение можно уменьшить, еще раз, да, повторю, но не увеличить. То есть масштабирование работает на уменьшение. То есть теоретически вы можете его увеличить, но это будет некрасиво. Это то же самое, что с редакторами Photoshop, онлайн Photoshop, то есть мы об этом уже тоже говорили. Уменьшать можно, увеличивать нет. Идем дальше. Запомните эти правила. Вот. Итак, уменьшение изображения, то есть масштабирование. Заметьте, я даже написала уменьшение изображения, да. Что мы делаем? Ну, прежде всего, открываем изображение в редакторе любым способом, который вам там нравится. Вот из всех предложенных трех. Открыли в редакторе. Дальше. Посмотрите, под цифрой 0 с правой стороны написано исходный размер. И вот размер изображения. Я специально взяла картинку в виде слайда. Это слайд, да. То есть смотрите, она прямоугольная, она длинная и невысокая. Ну, вот, допустим, предположим, что я загрузила такую картинку. Естественно, такую картинку в статью не очень красиво вставлять, да. Она много пустого места и не очень будет все это красиво. Поэтому, прежде всего, я ее масштабирую, то есть уменьшаю. Чуть ниже, под цифркой 1, есть два поля. Смотрите, 900 и 307. Прописывайте какую-то одну цифру, потому что масштабирование происходит пропорционально. Допустим, вы прописываете ширину, то есть первое поле – это ширина. Высота выстроится автоматически. Либо вы пишете высоту, тогда ширина выстроится тоже, подставится цифра автоматически. То есть пропорциональное уменьшение картинки. В зависимости от того, какую вы пропишете размер, либо ширину, либо высоту. Дальше, под цифрой 2. Посмотрите, внизу у нас, мы еще подробно об этом поговорим, такой блок «Настройки миниатюры». Когда вы масштабируете, и, допустим, вам это изображение нужно для записи, просто записи, выбирайте все размеры, кроме миниатюры. Либо первую опцию «Все размеры». Про миниатюру мы поговорим вообще отдельно, да. То есть, либо вы выбираете все размеры, тогда для всех картинок, в том числе для миниатюры, картинка вот эта будет меньше. Либо все размеры, кроме миниатюры. Итак, идем дальше. А, ну да, и под цифрой 3 нажимаем после этого «Масштабировать», да, на кнопку «Масштабировать». После того, как вы нажали на кнопку «Масштабировать», посмотрите, вот сразу же исходный размер отображается другой, да, 900 на 307, то, что я указала в полях. Так, идем дальше. Как обрезать изображение? Ну, опять же, да, если, допустим, вы загрузили слишком большое изображение, и оно, к примеру, имеет какие-то поля, не несущие в себе никакой темы, какого-то смысла, да, то есть, ну, какие-то белые поля с боку и так далее, а вам нужно, например, только лицо отобразить, вот, то воспользуемся обрезанием, то есть обрежем изображение. Итак, здесь немножко много текста, но главное, что нужно запомнить. Смотрите, здесь встроенный редактор, который помогает обрезать изображение. Что нужно сделать? Ну, прежде всего, открываем, да, опять же, в редакторе изображение. Дальше, так же, как в Photoshop, все вы умеете пользоваться Photoshop, я уверена, да, пробовали уже, по крайней мере, как мы выделяем изображение. Ну, обычно я делаю так, с правого, с левого верхнего края нажимаю левой кнопкой мыши, удерживаете и тащите правый нижний край. То есть, таким образом, мы как бы выделяем квадрат, да, ну, соответственно, как вам нужно, да, может быть, немножко ниже нужно, выше и так далее. То есть, первую точку сверху слева определяем и тащим в нижний правый угол. Таким образом, мы выделяем пространство, которое мы хотим вырезать. По циферке 2, посмотрите, а, кстати, да, если вы удерживаете на клавиатуре кнопку Shift и вот делаете выделение, да, еще раз повторю, держите на клавиатуре кнопку Shift, дальше тянете мышку с правого, с левого верхнего угла в нижний, то у вас выделится область пропорционально оригинальному изображению. Понятно, да? То есть, что у нас получится, если я удерживаю Shift и пытаюсь выделить картинку? У меня область выделится ровно прямоугольная, такая же, как и сама картинка, то есть пропорционально картинке, просто уменьшенная область будет. Но я не смогу ее, как бы, увеличить вниз таким способом. Если же мне нужно непропорциональную, то я Shift не удерживаю, да, просто выделяю область. По циферке 2, посмотрите, вот квадратики сверху в каждом углу и где-то по центру на ребрах, да, квадратом. Соответственно, выделенные области. Соответственно, так же, как и Photoshop, мы можем эту область в дальнейшем редактировать, да, еще до того, как мы обрезали. Мы можем навести мышку на любой из этих квадратиков в углах, нажать левой кнопкой мыши и продвинуть вниз, вверх, вправо, влево, то есть как бы расширить область, сузить ее и так далее. Также выделенную область мы можем передвигать. Когда вы наводите мышкой на, ну, примерно, центр выделенного объекта, да, нажимаете левой кнопкой мыши, и вы можете перетащить его вправо, вот целый блок, да, вправо, влево, вверх, вниз. Таким образом, когда вы уже настроили все, как вам нужно, вы еще можете подкорректировать, то есть вот таким образом можете корректировать, да, выделенную область, а также можете подкорректировать выделенную область в блоке обрезать. С правой стороны под цифркой 3, посмотрите, там есть два поля пропорции и размер. Например, когда вы выделили область на картинке, автоматически в полях размер появляются цифры, то есть размеры ширины и высоты, они там появляются автоматически. Но вручную, если вы видите, ну, например, там вот 412, а вам нужно ровно 14, и достаточно сложно вручную отредактировать, да, вот мышкой непонятно сколько, то вы можете прямо в поле писать 400, и тогда высота тоже станет автоматически изменится, да, потому что, ну, все это пропорционально, все это меняется. Точнее, нет, здесь, кстати, нет, обрезание будет вручную, да, то есть можем 400 и округлить до 300, и у вас область, соответственно, уменьшится в необходимых размерах. Что такое пропорции? Пропорции здесь, когда вы уже определили область, вы можете задать, ну, например, один к одному, это квадрат. Допустим, 4 в 3, это такой вот прямоугольник широкий, точнее, высокий, 16 и 9. Ну, здесь уже зависит, как бы, от вас дополнительные возможности выделить область, да, отредактировать ее. Ну, вот на следующем слайде я вам расскажу, вот примеры покажу, да, еще раз давайте. Значит, когда мы просто, первый слайд, первый скриншот, когда мы просто выделяем область, у нас тут же в поле размер появляются размеры выделенной области. Дальше, когда мы меняем, соответственно, вручную в этих полях данные, то они автоматически отображаются на картинке. Посмотрите, сравните первую картинку, которую я выделила, и вторую, которую я вручную настроила, да, у нас получился ровный квадрат. Дальше, пропорции. Вот у меня получился ровный квадрат, я дальше набираю 16 к 13. Посмотрите, у меня квадрат немножко уменьшился, да, стал меньше по высоте. Вот таким образом вы можете настроить так, как вам удобно, либо вручную, либо с помощью вот этих вот полей. Итак, после того, как вы все настроили, то есть у вас вы определили область обрезания, дальше, следующий пункт, необходимо, опять же, в блоке настройки миниатюры, с правой стороны определить, для каких изображений вы делаете это изменение. Либо для всех, либо для миниатюры, либо все, кроме миниатюры. Ну, здесь я отметила все размеры кроме миниатюры, потому что мы про миниатюры поговорим отдельно. Дальше, под цифркой 2, смотрите, иконка обрезать, нажимаем на эту иконку, и когда вы нажмете на эту иконку, у вас появится картинка в новом виде. Видите, все, она обрезанная, необходимо только нажать на кнопку «Сохранить». Вот, после всех этих манипуляций нажимаем «Сохранить». Дальше, следующий момент. Как повернуть, отобразить зеркальное изображение? Ну, здесь тоже все просто. Значит, у нас, смотрите, есть небольшой здесь набор инструментов. Ну, вот обрезание мы уже посмотрели, первое, да, обрезать, иконка. Дальше, вторые две по цифре 1, это поворот по часовой стрелке и против часовой стрелки. Точнее, наоборот, против часовой стрелки и по часовой стрелке. Вот, поворачиваются они на 90 градусов. То есть, при каждом клике 90 градусов. Дальше, второй набор инструментов, это отображение вниз и отображение зеркально, вторая кнопка. Давайте посмотрим, как это работает. Итак, повороты. Соответственно, первая картинка наверху у нас, скриншот, это оригинал. Один раз кликаем первый поворот, второй раз кликаем вниз, третий, в следующую сторону 90 градусов, и четвертый поворот вернет, четвертый клик вернет на исходное положение. То же самое со второй кнопкой, только в обратную сторону. Так, отображение вертикально, да, то есть, кликаем один раз, отображается зеркально вниз. Кликаем второй, принимает исходное положение. И отображение зеркально, то есть, горизонтально. Это, кстати, если помните, мы на одном из занятий рассматривали, как сделать уникальное изображение, чтобы Google счел его уникальным. Так вот, это один из способов сделать его зеркальным. То есть, отобразить зеркально. Вот очень просто это делается без Photoshop в редакторе WordPress. Дальше, теперь поговорим про миниатюру, да, тот самый случай, ну, вот я просто думала, как вообще применительно на практике, потому что большинство все-таки готовят изображение, да, как вот применительно на практике вы можете использовать этот редактор. Ну, вот такой пример, смотрите, со слайдом, да, например, у вас слишком длинное изображение, которое вы используете в слайдах, но вы хотите, чтобы также данное изображение участвовало в какой-нибудь записи в качестве миниатюры. Здесь идет речь, друзья мои, о миниатюре 150 на 150. То было на прошлых занятиях, вы наверняка помните, что в шаблоне об Inspiration есть три варианта миниатюры. 150 на 150, и эта функция WordPress, миниатюра здесь обрезается, да, ровно, независимо от того, какую картинку вы загрузите, хоть длинную, большую, высокую, широкую, неважно, WordPress ее обрежет ровно 150 на 150 по середине, по центру, да, он возьмет кусок картинки из центра и обрежет ее, соответственно, чтобы она была квадратная. Две другие возможности, есть у нас миниатюра 300 по ширине и миниатюра 640, по-моему, да, эти два варианта не обрезают картинку, они ее просто уменьшают в том виде, в котором она есть, то есть масштабируют, да, делают ее просто меньше по размеру, нужный размер создают. Так вот, сейчас речь идет у нас именно о миниатюре 150 на 150. Давайте посмотрим на примере, как вообще это можно использовать. Значит, смотрите, вот я специально отобразила здесь все миниатюры, как они выглядят, да. Посмотрите, вот длинное изображение, которое мы сейчас редактируем, оно первое, подчеркнуто красным. Посмотрите, вот это пример миниатюры, вот именно так WordPress обрезал 150 на 150 картинку. Посмотрите, лица у девушки практически не видно, да, потому что он взял из центра картинку. Если вы помните, там слайд и девушка как бы с правой стороны. Соответственно, WordPress взял центр и вот девушка не поместилась в эту картинку. Что делать в этом случае? Например, у вас эта картинка участвует в слайде, а вы хотите ее же использовать у себя на блоге в виде миниатюры. Вовсе не обязательно ее редактировать где-то, можно вот, соответственно, воспользоваться редактором. Ну, вот здесь я пример привожу, да, допустим, у нас статья, мы используем миниатюру, вот этот слайд, и когда мы сохраняем, посмотрите, вот как это выглядит на блоге, да, некрасиво. То есть практически девушки тут нет. Давайте посмотрим, как это исправить. Итак, решение проблемы миниатюры 150 на 550 из длинного изображения. Итак, открываем данное изображение в редакторе изображений. Дальше сразу же смотрите, текущая миниатюра, вот мы видим, да, ее с правой стороны, в боковой колонке, текущая миниатюра. Вот нам она прямо показана, как она выглядит. Нас это не устраивает, да. Соответственно, мы выделяем ту область, которую хотим сделать миниатюрой. Обычным способом, да, выделяем для обрезания. Дальше, с правой стороны, в настройках миниатюры отмечаем галочку миниатюра. То есть, смотрите, еще раз внимательно, мы не обрезаем эту картинку для всех изображений, потому что они участвуют еще в других каких-то, да, допустим, в слайдах и так далее. Мы это делаем только для миниатюры. 150 на 150. Итак, отмечаем галочку миниатюра. Дальше, под цифркой 3 нажимаем на иконку обрезать и сохранить. Дальше переходим на страницу с нашей статьей, обновляем ее, и вот, вуаля. Все, девушка в центре кадра, ее видно. Хорошо. И последний пункт сегодня мы разберем, это как восстановить исходное изображение. Ну вот мы там, в общем, наделали, да, уже кучу всего, и масштабировали, и обрезали, и повернули, и решили, что все, не надо, нас устраивало и то изображение. Как вернуть все в исходное положение. Открываем изображение в редакторе, как обычно, и с правой стороны, когда вы что-то делаете с изображением, появляется сразу же ссылка «Восстановить исходное изображение». Нажимаете на эту ссылку, у вас там появляется кнопка «Восстановить изображение», нажимаете на нее, и все, у вас изображение восстанавливается. Хорошо, давайте немножко закрепим материал, несколько, буквально парочку вопросов я задам. Вот, и объявлю следующую тему. Итак, вы загрузили слишком большое изображение, хотите его уменьшить. Вы воспользуетесь инструментом масштабировать, обрезать пропорции. Загрузили слишком большое изображение. Кто первый раз участвует в викторине, нужно поставить цифру правильного ответа. Итак, вы загрузили слишком большое изображение, хотите его уменьшить. Уменьшить, да? Вы воспользуетесь. Хорошо, правильно, молодцы, единичка. Правильно, масштабировать, да? Уменьшение – это равно масштабирование. Обрезание – это не совсем. Хорошо. Отлично, молодцы. Пойдем дальше. Вы загрузили большое изображение, вам нужно, чтобы отобразилась только часть изображения. Вы воспользуетесь инструментом масштабирования, обрезания, зададите пропорции. Светлана, Мария, молодцы, Елена, молодцы. Да, правильно, обрезание. То есть чем отличается, да? Все поняли. Масштабирование – это уменьшаем, обрезание – это какую-то часть изображения берем. Хорошо, молодцы. Вы хотите обрезать изображение пропорционально оригиналу. Вы воспользуетесь. Выделить область для обрезания, указать пропорции. Дальше удерживать shift и выделить область для обрезания, зададите пропорции. Так, два, три, два, два. Хорошо. Да, молодцы. Так, два, три. Ага, все, не поняли с пропорциями, поняла. Окей, значит, смотрите. Пропорции, ну, наверняка своего оригинального изображения вы пропорции не знаете. Там нигде не написано. Там написан только размер. Поэтому пропорции вы можете только загадываться. Третий вариант вообще не подходит, потому что, смотрите, пропорции можно, как бы, указать после того, как вы выделите область. То есть сначала вы выделяете то, что хотите обрезать, а потом пишете пропорции вот этой области, да. По-другому никак. То есть просто задать пропорции вот на изображение не получится. Первый вариант – выделить область для обрезания и указать пропорции тоже не годится, потому что, опять же, вы не знаете, какие пропорции, да, как сделать пропорционально вашей картинке, оригиналу. Поэтому здесь вот вариант подходит только два. Смотрите. Еще раз давайте повторим пропорциональность картинки. У вас картинка прямоугольная. Вы хотите вырезать область из нее точно такую же прямоугольную, точно такую же, один в один, то есть пропорциональную, да. Соответственно, удерживаете шип на клавиатуре, выделяете область, и у вас выделится ровно такой кусок пропорционально вашему оригиналу, только в меньшем виде. Так, правильно, ответ здесь два. Идем дальше. Хотя, может быть, и один, если вы знаете пропорции картинки. Ну, я даже не могу предположить, как их узнать. Может быть, есть такие инструменты. Итак, следующий вопрос. Вы передумали применять изменения. Как вернуть оригинал изображения? Загрузить оригинал изображения еще раз. В редакторе нажать на кнопку «Восстановить исходное изображение», воспользоваться стрелочкой «Назад». Ага, здесь, да, хорошо. Ну, первый тоже, да, подходит, но смотрите, почему... Тогда смотрите внимательно. Если вы воспользуетесь, допустим, первым вариантом, тогда удалите старый вариант. Потому что, если вы помните с прошлого задания, кто, кстати, проверял, сколько у вас неприкрепленных файлов, у меня очень много, я забываю их удалять, загружаю новые, и у меня болтаются какие-то файлы, которых я не использую ни в одной записи. Вот, это не очень хорошо, потому что они засоряют блок, засоряют хостинг, точнее. Вот, поэтому вот в таком случае могут получиться такие казусы. Поэтому следите. Если вы загружаете новое изображение, а это вас не устраивает, обязательно его удалите. Я здесь сказала, что правильный ответ 2. Молодцы. Идем дальше. Такой вот длинный вопрос. Вы решили использовать изображение в качестве миниатюры к статье, которая уже есть в медиафайлах. И используется в слайдах на главной странице. В статье миниатюра отображается не целиком, только, допустим, часть лица. Ваше действие. Вырезать нужную часть изображения и сохранить опции все размеры. Сохранить миниатюры, сохранить все размеры кроме миниатюры. Да, правильный ответ 2. Ну, вот здесь же тоже путаница произошла с третьим. Значит, смотрите. Правильный ответ здесь 2. Сохранить именно как миниатюру. Потому что второй вариант – все размеры кроме миниатюры. Напомню еще раз, да, что это касается тех блоков, которые используют миниатюру 150 на 150. Я знаю, что сейчас многие перешли на всю ширину, потому что красиво смотрится. Поэтому для вас это не актуально. Актуально только для тех, у кого картинка в записи отображается с левой стороны от текста миниатюра, да, маленького размера. Вот только для ваших блогов вот это актуально. Сохранять нужно как миниатюру. Ну что, молодцы. Отлично. Закончили мы тему изображений. Переходим теперь к видео. Двигаемся дальше. 24-е у нас занятие будет понедельник, 1 июня, 18.45. Поговорим о видеохостингах. Какие видеохостинги поддерживает WordPress. На самом деле это не только YouTube. Вот. И посмотрим, как ставить видео с видеохостинга. Так, тема может немножко измениться, потому что, когда я готовлюсь, я смотрю, может быть, как-то ее разбить или объединить темы и так далее. Но предварительно, знаете, да, что мы будем проходить видеозаписи. Занятие состоит в понедельник, 1 июня, 18.45. Записи делаются и выставляются на ресурсах. Сейчас я вышлю ресурсы, где у нас выставляются записи. Итак, первый это ВП-тренинг. Здесь голые записи, просто видео и все. Если вы придете на мой блог, anfisabreos.ru, в рубрике блог, вы найдете записи, там немножко я больше пишу текста, и разбиваются записи на маленькие записи, где вы можете посмотреть, ну, как бы, именно ту тему, которая вас интересует. Также у нас есть ВКонтакте группа, можете присоединиться, задавать там вопросы, пожелания к следующим занятиям. И ВП-вебинар.ру. Это ресурс, через который вы попадаете на эти вебинары, а также там дается скидка на AB Inspiration. Ну что ж, друзья, рада была вас снова видеть здесь. И до встречи в понедельник, 1 июня, первый день лета, 18.45. Да, кстати, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то пожелания, если что-то непонятно после этих вебинаров, вы всегда можете задать эти вопросы, свои вопросы на вот всех ресурсах, которые вы видели раньше, на блоге моем, anfisabreos.ru, либо на ВП-тренинг. Также вы можете написать свои пожелания по поводу каких-то тем, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили. Вот, так что задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу. Так, на этом все. Всем пока. До встречи в понедельник.